Кирове скоро похолодает, но убирать осеннюю одежду еще рано. Синоптики рассказали, чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие дни. Об этом не только расскажу совсем скоро. Вы смотрите «Дайвичем». Меня зовут Елена Чехомова. Здравствуйте. К юбилею города воздушная гавань Кирова станет комфортнее, красивее и вместительнее. Как изменится аэропорт Победилово и какие там ведутся работы. Теперь не придется мокнуть под дождем. На остановке Трифонов монастырь появился павильон для пассажиров. Его размеры увеличили. Из тюрьмы в школу? Некоторые депутаты Госдумы предложили работать бывшим заключенным учителями, причем тем, кто осужден за тяжкие преступления. Что об этом думают кировские и федеральные эксперты? Обещали убрать еще на прошлой неделе, но так и не вывезли. Гора мусора в чистых прудах стала еще больше. И таких стихийных свалок в Кирове много. Когда наведут чистоту, расскажем в рубрике «Дежурный по городу». ЧП у Старого моста. Сегодня около четырех часов вечера в воду сорвался молодой человек. Об этом нам сообщили очевидцы происшествия. По их словам, он забрался на опору моста, упал в воду и начал тонуть. На место происшествия приехали спасатели, скорая помощь и полиция. В районе заводской 30 молодого человека вытащили из воды. Он жив. Пострадавшего увезли в больницу. По информации очевидцев, молодому человеку 17 лет. Сейчас детали случившегося, выясняют сотрудники правоохранительных органов. Демисезонные куртки пока убирать рано. Синоптики обещают на ближайшие три дня вот такую же классическую осеннюю погоду, как сегодня. С моросящими дождями, без резкого ветра. После вчерашних порывов до 30 метров в секунду, из-за которых остались без света жители сразу нескольких районов области, массово повалило деревья, а в Слободском сорвало крыши с гаражей. Циклон прошел, ветер утих, хоть температура несколько и снизилась. Так в ближайшие дни резких перепадов и снегопадов не ожидается. Однако, по словам синоптиков, переход к зиме идет полным ходом и уже к выходным нас ждет похолодание. Небольшие осадки, видя дождя со снегом, мокрый снег, вот такие вот осадочки. Вот и ветер не очень сильный, по крайней мере такой от слабого до умеренного ветер западный, в основном западного направления. Где-то от минус двух до плюс трех или, значит, и днем тоже ноль плюс пять. Ну, по югам, может быть, там у нас плюс три, плюс восемь может быть. Не 200, а 400 пассажиров в час. Так увеличится пропускная способность нашего аэропорта после окончания ремонтных работ. Их ход в Победилово накануне проверили представители областного правительства и законодательного собрания. Там прошло их выездное заседание. Реконструкция территории идет в рамках подготовки города к 650-летию. Ожидается, что в Победилово обновят фасад, в два с половиной раза увеличат площади помещений для обслуживания пассажиров, в четыре раза расширят парковку до 320 машин, проведут подсветку и сделают надпись «Аэропорт». Предполагается, что ремонт аэровокзального комплекса позволит увеличить пассажиропоток к 2025 году до 500 тысяч человек, ввести одновременный прием двух самолетов, привлечь новые авиакомпании и расширить маршрутную сеть. Уроки строгого режима могут появиться в России. Депутаты Госдумы предложили разрешить работать учителями тем, кто отсидел за особо тяжкие преступления. К таким деяниям относят склонение к суициду, разбой, сбыт наркотиков и другие преступления. Об этом пишет РБК. Как к инициативе относятся жители нашего региона и федеральные эксперты, расскажет мой коллега Кирилл Комаровских. Кирилл, при каких условиях осужденные смогли бы попасть в школу? Ну вообще по замыслу должно пройти 10 лет после освобождения человека. Ну и кроме того, совершенное им преступление не может быть связано с насилием и расправами. Остальные деяния, судя по инициативе депутатов Госдумы, не являются чем-то критичным. При этом слуги народа оговариваются, что на свободе экс-заключенные должны вести себя безупречно и занимаются общественной и благотворительной деятельностью. Ну тем самым, видимо, как-то искупить свою вину и получить некий кредит доверия. Есть разные люди, действительно есть люди, которые, тюрьма им как дом родной. Они выходят и снова туда, назовем, на жаргоне заезжают обратно. А есть люди, которые действительно совершают правонарушение, они понимают свою ошибку и всеми силами пытаются быстрее ее покинуть. А как планируют отбирать кандидатов? Ну, оценивать прецедентов будет комиссия по делам несовершеннолетних. Собственно, она занимается этим и сейчас. И к детям ни в коем случае не должны пускать те, кто отсидел за убийство, изнасилование, телесные повреждения. Однако с последней статьей все не так просто. Из-за нехватки учителей приходится брать кандидатов с условкой. Вот мы нашли такого человека. Комиссия по делам несовершеннолетних давала ему разрешение. А, значит, родимость у него была в 20-летней давности, когда он, будучи молодым еще парнем, подрался с кем-то. И у него был условный срок. Вот через 20 лет глава администрации поселка писал на него характеристику, там, и так далее, и так далее. А как заманить несудимых людей в школы? Возникает вопрос. Ну, все предельно просто. Ну, повысить зарплаты. Первое, что в голову приходит. Вообще, согласно свежему исследованию профсоюза «Учитель», ставка педагогов в большинстве регионов России не дотягивает даже до минимального размера оплаты труда. У них там дополнительная доплата. Безусловно. Но есть еще некоторые предложения, и вот что можно сделать. Избавить счастливей от лишних бюрократических процедур, то есть от отчетности. Избавить от невыносимого количества акций, конкурсов и всего-всего. То есть избавить школу вообще от такого явления, как бизнес, который вокруг школ крутится, и учителя становятся невольными участниками бизнес-проектов. При этом эксперт отмечает, что учителя испытывают просто невероятные эмоциональные перегрузки, что, в общем, логично. Бывают конфликты и с родителями, и с учениками. И в этой связи не совсем понятно и непрогнозируемо, как поступит человек, который вышел из мест лишения свободы. Как инициатива относится на федеральном уровне? Ну, как раз сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что считает идею одной большой ошибкой. Он рекомендовал авторам этой самой идеи каким-либо образом ее отозвать. Ну, либо в противном случае придется это самое предложение отклонить. Понятно. Спасибо большое. Ну, а мы продолжаем. Вода цвета шоколада бежит из кранов жителей Лузы уже почти полгода. Речь о домах на улице Маяковского 1, Титова 2А, а также Гоголя 2, 3 и 5. Все началось с длительного ремонта на теплосетях. После его завершения в мае этого года в домах побежала грязная горячая вода. Она пугает жителей не только своим цветом, но и специфическим запахом, напоминающим мазут. Люди обратились за помощью в Народный фронт. Все лето после ремонта системы и подачи горячей воды. Так все лето кипестили, вот такая мазута подавали. Для чего кутельная работала, людям зарплату выдавали. А кто такой водой-то будет пользоваться? Мусор в городе копится, а недовольство кировчан растет. Соцсети пестрят жалобами на стихийные свалки. Где-то отходы частично вывезли, где-то их не убирают месяцами. В неприглядных местах Кирова побывала наш корреспондент Екатерина Дворникова. Улица Зеленая в Садаковском. Свалка возле контейнерной площадки, по словам местных жителей, копится уже почти два года. Кировчане возмущены. Рядом детский сад и сквер. Такую неприглядную картину приходится лицезреть детям. Неравнодушные граждане с просьбой убрать мусор обратились за помощью. Благоустройство города Кирова ответило на жалобу, что муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации вот таких несанкционированных свалок сейчас находится на стадии заключения. После его заключения территориальным управлением по Октябрьскому району будет только рассмотрена возможность вывоза этого мусора. Пока одним приходится ждать возможностей, другие вывозят мусор сами. С наступлением осени за ямами в переулке Аптечном вдоль реки Хлыновки открылось настоящее многообразие отходов. Тут и покрышки, и овощи, и различный садово-городный инвентарь. Собственники ям спешно организовали собрание. Было принято решение выйти на субботник. Часть мусора за свой счет кировчане уже вывезли, но его остается еще очень много. Недовольные жители готовы еще раз выйти на субботник, но им хотелось бы получить помощь от администрации. Вывозить мусор на свои деньги дорого. Кировчане обратились в соцсетях к властям. Свалку на пустыре нужно убрать. Людям ответили, проведение субботника теруправлением по Ленинскому району на этом участке запланировано на весенне-летний период 2024 года. А это свалка на улице Дубинина в Чистых прудах. Местные жители борются с ней уже несколько месяцев. Жители складывают мусор, но, получается, Куприд не вывозит. Куприд или администрация, кто обязан вывозить, то есть это не должно сами разобраться, но администрация должна следить за подрядчиком, который вывозит. То есть это у нас Куприд. Обещали вывезти. Глава теруправления Ленинского района обещал до конца той недели вывезти, но мы видим, обещание не выполнено. Почему так получилось, мы спросили в теруправлении по Ленинскому району. Нам ответили, что до этого всю неделю свалки расчищали в части микрорайона в сторону Ленгасова. Только сейчас начнут вывозить мусор из поселка Нового. У меня все контейнерные площадки забиты отходами именно в тех частях города, которые граничат с садоводческими товариществами и частный сектор. То есть осень, жители хотят к зиме прибраться, и поэтому объемы просто катастрофические. На вопрос, хватит ли денег на вывоз таких объемов, теруправление ответили. Денег хватит, вывезут все, только придется подождать. Опять. Екатерина Дворникова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Есть и хорошие новости на тему благоустройства. В Кирове строят дороги и целые микрорайоны. Например, в Урванцево появятся сразу три новые улицы и жилые дома. Но кировчане в соцсетях возмущены, почему во время строительных работ больше груза разносит грязь по всей округе. О проблеме поговорим с нашим гостем в студии, заместителем главы территориального управления по Ленинскому району Александр Востриков. Здравствуйте, Александр Владимирович. Как администрация города контролирует строительные работы именно в части того, что вот кировчане жалуются, что тяжелая техника разносит грязь на колесах? Вопрос в настоящее время очень актуальный. Тем более, что начались осенние дожди. Грязь, формируемая на строительных площадках, нередко выносится на улично-дорожную сеть. То есть мы говорим о проезжей части наших дорог. Буквально в территориальное управление по Ленинскому району буквально накануне поступили несколько подобных обращений от наших граждан, которые как раз пожалуются на эту проблему. Что у нас есть из инструментариев для того, чтобы привести в порядок, скажем так, и уличную-дорожную сеть, и сознание наших владельцев строительных площадок, которые существуют в нашем городе Кирове? Ну, во-первых, это правило внешнего благоустройства, которое действует в городе Кирове уже с 2008 года. И в настоящей редакции этих правил есть положение о том, что запрещается вынесение грунта или грязи колесами автотранспорта за пределы строительной площадки. То есть здесь мы говорим о том, что площадка строительная должна быть, выезды и въезды в эту площадку должны быть оборудованы твердым покрытием, которое должно быть размещено вровень с проезжей частью основной дороги, либо с уклоном на строительную площадку, с тем, чтобы грязь не вытекала оттуда самотеком. Ну и понятно, что многие наши застройщики ответственные оборудуют специально помывочный пункт перед выездом со строительной площадки. То есть они обмывают водой под высоким давлением колеса автотранспорта. Но есть понятно, что и застройщики, которые не обладают подобным оборудованием, и вот как раз и касаются вопросы выноса грязи на проезжую часть. А что сделать, чтобы вот они-то тоже... Какую работу мы с ними проводим? Во-первых, когда поступают подобные обращения от граждан, мы проверяем информацию поступившую. Если она соответствует действительности и актуальна, то в первую очередь мы обращаемся к застройщикам с тем, чтобы они очистили от грязи проезжую часть. То есть практически большинство, опять же, повторюсь, наших уважаемых строителей на нашу критику реагируют и в течение часа-полутора эту грязь за собой убирают. Чтобы, опять же, не выносить эту грязь, я уже сказал, какие возможные механизмы для этого есть у самих застройщиков. Чем обладают, какими, скажем так, санкционными механизмами обладают сотрудники героуправления? Во-первых, при непосредственном обнаружении выноса грязи автомобилем, выезжающим со стройки, если при этом присутствуют сотрудники управления отдела содержания и развития территории, этот автомобиль фиксируется на фото-видеоаппаратуру, вызывается сотрудник ГИБДД и в рамках своих полномочий по действующему кодексу об административных правонарушениях есть статья 12.33. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Я так понимаю, что есть варианты фиксации, и те, кто все-таки разносит грязь, тех можно найти, поэтому все-таки лучше прислушаться. Абсолютно приятно. Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Востриков, заместитель главы территориального управления по Ленинскому району, а мы продолжаем. Кировские дворы преображаются. Еще два сегодня пополнили список отремонтированных. Какие территории стали комфортнее? Об этом и не только во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это Давича, и мы продолжаем. Пассажирам общественного транспорта теперь не придется мокнуть под дождем и снегом. На остановке Трифонов монастырь появился остановочный павильон. Это конструкция из металла. Она дополнена прозрачными боковыми вставками из стекла. Для удобства ожидающих есть скамейка. Как сообщили в Департаменте городского хозяйства, стоимость остановки и проведенных работ составила около 450 тысяч рублей. 29 дворов в Кирове благоустроили по муниципальной программе формирование современной городской среды. Еще два объекта сегодня приняли представители комиссии администрации города. Это территории на Молодой гвардии 10А и Пушкина 40 в Нововятске. На Молодой гвардии 10А заасфальтировали подъезд к дому, на тротуарах уложили брусчатку, поставили скамейки, значительно увеличили площадь парковки. Ремонта во дворе не было с 1991 года, отметили в мэрии. Еще один двор обновили на Пушкина 40. Здесь также обустроили тротуары и проезд. Кроме того, сделана система водоотведения. По словам жильцов, раньше весной с территории соседних гаражей вся вода стекала во двор, а в итоге в подвал дома. Ожидается, что благодаря водоотводной канаве проблема будет решена. Количество машин больше 30 не хватало, были постоянные склоки. Сейчас мест достаточно. Все просьбы и пожелания жильцов были учтены. Все довольны. У нас проблема была. Вода стояла во дворе, соответственно, немножко подняли, уклоны сделали, и вода уходит в эту и в эту сторону. Не хватает внимания. Число конфликтов в семьях из-за смартфонов выросло. Это показал результат исследования крупного мобильного оператора. Более 50% опрошенных страдают от нехватки внимания со стороны партнера, который постоянно погружен в свой смартфон. Почти 6% россиян нервируют уединенные разговоры вторых половинок. Для 4% опрошенных такое поведение – причина конфликтов. Залипание партнера в телефоне – испытание для каждой третьей пары в России. Для половины процента респондентов эта проблема даже стала причиной разрыва отношений. Мы решили узнать у наших подписчиков, мешают ли им смартфоны в семейной жизни. В нашей группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров» запустили опросы, и вот результаты. Не мешают, у всех должны быть личные границы, так ответили 48% респондентов. Мешают, члены семьи постоянно залипают в соцсетях или играх, ответили 16% опрошенных. Все равно, как используют смартфоны другие члены семьи – 12%. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Сына взрослого отвлекают. От чего? Я не увлекаюсь. От чего? Ну, он даже за столом сидит со смартфоном. Не мешают. Не отвлекают? Не отвлекают. Одно исследование показало, что смартфоны мешают, например, вообще семейным парам. Даже конфликты развлекают, и ссоры между супругами. Бывает. Всякое бывает, в принципе. Да, я согласен с этим, но надо быть просто с головой на плечах и все конфликты решать разговорами и все. Да, есть что-то в этом какая-то правда, согласен? Нет, не отвлекают. Близкие люди отвлекают от телефона. Все равно личное пространство, оно должно быть у каждого. Но иногда бывает такое, что, да, хочется поговорить, а в телефонах все сидят. Как думаете, можно решить такую проблему? Не знаю, как такую проблему решить. Я не знаю. Может быть, меньше сидеть в телефонах? Ну, это тоже, как бы, часть нашей жизни тоже хочется. Например, целый день работаешь, хочется даже, там, зайти на сообщения, ответить или, там, новости почитать. Это социальная жизнь тоже, часть ее, ее не убрать из нашей жизни. Ну, непосредственно, если ты стоишь со смартфоном и одновременно с ребенком или с близким человеком, то да, если ты умеешь разграничивать эти понятия, то нет, не мешает. Ну, я думаю, все зависит от семьи. Если семья хорошая, я думаю, смартфоны не будут этому мешать. А важно уделять время семье или соцсетям, как вы думаете? Конечно же, семья на первом месте. На месте пустыря – сквер. В Кирово-Чепецке продолжается обустройство нового места отдыха горожан – парка Южный. Дорожки уже проложили, скамейки и урны тоже заняли свои места. На очереди – озеленение газонов. Высаживать дубы, березы и спиреи решили с привлечением опытного дендролога. На каком этапе работы узнала Елена Шарыгина. Больше 400 кустов спиреи сформируют вдоль этого тротуара в будущем живую изгородь. Это березо-листный сорт. А на соседней дорожке уже высажена серая спирея. На подготовленной площадке мы приступили к посадке деревьев и кустарников. То есть сейчас у нас этап посадки крупномеров уже фактически закончился. Мы посадили голубые ели, мы посадили сортовые березы, клены, лиственницы. Парк Южный в одноименном районе города – это результат совместной работы власти, бизнеса и горожан. Важной частью благоустройства стало озеленение территории. Первые насаждения здесь появились еще в июне. Основная часть высажена в октябре. Формирование дендроплана проходило при активном участии жителей города, администрации города Кирово-Чапецк, всех заинтересованных сторон. Компания инвестирует в будущее. Это инвестиция не в сегодняшний день, а инвестиция в будущее, в жителей города, в детей, которые здесь будут играть, проводить время вместе со своими родителями. И будут делать это в комфортной, приятной обстановке. На площадке уже появились березы, рябины, дубы, лопчатники и другие деревья и кустарники. За ходом работ пристально наблюдают представители депутатского корпуса города и области, глава Кирово-Чапецка, общественники и местные жители. Была очень, скажем, оперативно проведена эта работа. И благодаря средствам, опять-таки, социального партнерства, были выделены средства на непосредственно уже посадку зеленых насаждений в соответствии с дендропланом. Также благодаря нашему социальному партнеру, это Уралхима. Конец большого благоустройства в следующем году. На весну работы останется немного. Посеять газоны и высадить цветы. Власти города и представители Уралхима рассчитывают, что новое место отдыха станет популярным не только у жителей района, но и всего города. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов, Бюро новостей Довича. Оперативно следить за новостями удобно в наших социальных сетях. А еще пишите нам, присылайте видео по номеру, который вы видите на экране. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. С вами была Елена Чехомова. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok